дорогие друзья привет из солнечной севильи сразу покажу вам свой образ дня на мне платье от zara кстати с открытой спиной жакет бренд блазе милана цепочка massimo dutti сумка эрмес а казаки у меня тоже zara да и очки у меня от бренда gucci и серьги кос сегодня мы также продолжим с вами прогулки по этому замечательному городу посетим несколько интересных мест обязательно сходим в хорошие рестораны но а сейчас пока что утро и мы пришли на завтрак немножко пришлось постоять в очереди и потому что хорошее кафе очень много туристов сейчас в городе но теперь идем гулять видите вдалеке виднеется такая футуристическая конструкция это одна из современных достопримечательностей севиля называется метрополь парасоль расположена она на площади на которой раньше находился городской рынок но когда рынок снесли то там были обнаружены руины и римских построек и в результате чего здесь находится музей с римскими руинами на следующем этаже рынок также находится и крыши рынка площадка для мероприятий а верхний уровень это смотровая площадка на которую можно подняться за дополнительную плату сейчас мы пришли в одну из самых любимых туристами достопримечательностей дом пилата он является лучшим примером испанского зодчества который совместил в себе и арабский мудыхар и испанский ренессанс начало истории дворца датируется концом 15 века в то время королевский управляющий решил возвести собственный дворец а позже его сын федерики совершая паломничество в ирсалин сделал для себя очень удивительное открытие что от его фамильного гнезда в севилье до храма кросс дель кампа за городскими стенами севильи ровно столько же стадий сколько от дворца римского прокуратора до голгофы и тогда он по пути домой в испанию заехал в италию и приобрел там различные статуи входной портал другие предметы декора и воссоздал у себя дома крестный путь он перестроил собственную усадьбу в древнеримскую виллу которая якобы копирует дом пилата все это вместе арабский декор прекрасные фонтаны роскошные сады и различные римские статуи все это создает в купе неповторимый и очень притягательный облик дворца и уже пять столетий по сей день от ворот усадьбы начинается ежегодное пасхальное шествие по размеченной крестами дороги так что идея сына удалась а за дополнительную плату но уже только с экскурсией можно посетить второй этаж дворца где находятся жилые помещения когда мы гуляли по этим комнатам нас не отпускало такое чувство как будто здесь люди живут до сих пор настолько живое это пространство настолько уютное и какое-то по-домашнему теплое но в то же время комнаты богато украшены предметами интерьера предметами декора и также коллекциями живописи очень богатый дом музей здесь можно встретить и китайский фарфор и также мебель оформленную самыми причудливыми техниками также классическую испанскую живопись римскую мозаику мавританскую чеканку в общем все на любой вкус а еще владелец замка коллекционировал свинюшек и они привезены у него с различных стран некоторые были подарены ему в подарок их можно встретить по всему замку и на террасе и в комнатах вот такое забавное хобби еще мне очень понравилось то что терраса выкрашена такой теплый яркий желтый цвет конечно же мало того что севилии так очень солнечный город и желтый цвет мне кажется в тысячи раз умножают вот это ощущение какого-то солнца тепла знойности и обратите внимание что потолок на террасе выполнен в виде сот а эта комната в отличие от других которые отводят нас в арабский стиль наоборот вся увешана иконами и наоборот переносит нас в католицизм хотя мебель в этой комнате абсолютно такая мавританская а стены следующей комнаты были свое время полностью украшены фресками но их не удалось сохранить так как фрески очень нежнейший элемент украшения стен и сохранить его достаточно сложно он очень чувствителен к перепаду температур а сейчас мы с вами прогуляемся по кварталу санта-круз который находится прямо у стен севильского алькасара здесь приятно прогуляться по живописным извилистым улочкам который утопает зелень и цветах также здесь можно встретить сувенирные магазины а это магазин испанских сладостей которые называются турон эта сладость немножко напоминает халву сейчас ее делают с различными вкусами и с клубникой и с карамелью и даже с белисом шоколадом в общем кому как нравится здесь можно сразу же попробовать нарезаны специально маленькие кусочки и выбрать тот вкус который больше всего понравился а в этой чашке подсолнечные семечки с карамелью это та сладость которая практически всегда продается на улицах испании этот район санта-круз по которому мы сейчас с вами гуляем был застроен евреями которые бежали из толеда вследствие религиозных гонений а когда испания освободилась от арабского иго то король взял еврейский квартал под свою защиту но в 14 веке христиане которые овладели кварталом сделали из всех синагог церкви впереди мы можем видеть башню которая называется хиральда это ажурно узорчатая башня высотой около сотни метров возвышается над всеми историческими постройками центра севильи и сейчас эта башня выполняет роль колокольни севильского собора а когда-то во времена мавров это был не наред после такой плодотворной прогулки мы решили сесть и перекусить и угадайте какой самый лучший перекус в испании это конечно же хамон сыр и бокал красного вина и кстати к хамону никогда не подаются столовые приборы хамон едят руками сейчас вернемся в отель немножко отдохнем и вечером мы с вами пойдем в ресторан вечером становится прохладно поэтому я оделась потеплее на мне платье от бренда кос помните я вам показывала в прошлом году видео о покупках надела свой укороченный тренч от массе мадути сумка у меня все та же термес и казаки от zara украшения те же цепочка массе мадути и серьги кос вообще в этом году очень не свойственно холодно в севиль и обычно в это время уже плюс 30 а тут просто так холодно мы решили немножко посидеть в баре нашего отеля посмотрите как здесь красиво какая невероятно шикарная люстра мы взяли по бокалу сангрии сангрия делается не только из красного вина из белого из кавы и даже из шампанского а в этом баре отеля бармен делает невероятно вкусную сангрию он помимо фруктов добавляет туда еще ягоды и мне очень понравилось то что там смородина черная добавлена но сейчас мы идем в ресторан надо перейти через мост на другую сторону реки ресторан расположен недалеко от нашего отеля красивый вид открывается кстати по этой реке можно прокатиться на туристическом кораблике пришли мы уже в ресторан и нас посадили у окна посмотрите за окном какая картина из живых растений люблю такой прием экстерьер в интерьере всегда очень уютно и красиво показываю вам меню вы сразу можете посмотреть цены потом расскажу и покажу блюдо которые мы взяли и взяли мы также бутылку белого вина ну это не испанское вино а рислинг и рислинг французский из региона эльзас это ресторан фьюжн здесь представлены блюда из различных кухонь есть и мексиканские блюда перуанские и испанские конечно же и французские на закуску мы взяли таку с уткой кстати мексиканская перуанская кухня очень распространены в испании блюдо эти кухонь можно очень часто встретить в испанских ресторанах и еще на закуску мы взяли севиче это севиче из красной рыбы я совсем недавно полюбила это блюдо раньше мне ну как-то не очень нравилось а потом я распробовала она главное блюдо я взяла треску которая подавалась в томатном соусе а это наш десерт это спонж кейк такой своеобразный бисквит и фисташковое мороженое сегодня у нас утро другого дня мы уже спустились вниз выпить чашечку кофе и сегодня мы уже возвращаемся домой я сейчас покажу вам свой образ на мне джинсы от бренда zara майка от лево жакет у меня от бренда блазе милана очки gucci сумка у меня hermes все та же и кроссовки от шанель но прежде чем мы поедем домой мы хотим зайти пообедать в ресторан но это даже не ресторан такая своеобразная забегаловка потом увидите ливанской кухни очень хвалят это заведение тем более что я обожаю ближневосточную кухню она всегда очень яркая много специй это маленький ресторан в котором максимум наверное 10 столиков нужно бронировать и мне кажется что он подходит только на обед на ужин это не совсем то место такое интересное помещение с одной огромной дверью на всю стену и больше ни окон ничего нет меню у них небольшое к столу подается чипсы из лаваша лаваш нарезается намазывается специями и затем запекается в духовке а из напитков я взяла себе лимонад с анисом они со здесь знаете прямо так вот не пожалели по серьезному налили но своеобразно хотя же считается очень хорошо действует на процессы пищеварения вот такой у нас был обед и мы возвращаемся обратно в марбею дорогие друзья еще раз всем доброго дня я уже вернулась домой и сейчас хочу показать вам несколько своих покупок как и обещала я покажу то что купила в севилле когда мы случайно попали на ярмарку в португальское посольство и еще несколько своих покупок из зара на этой ярмарке продавалось очень много красивой бижутерии и я купила вот такое вот кольцо посмотрите какое оно стильное и эффектное на мой взгляд кольцо достаточно крупное но сейчас у нас идет тенденция к таким крупным украшением крупным серьгам крупным кольцам браслетом еще одна покупка это вот такие серьги которые сейчас на мне выполнены в виде ракушки посмотрите как здорово они смотрятся сейчас я покажу их вам поближе подобные серьги идеально подходят для лета потому что они имеют такую морскую тематику еще был размер побольше но я в этот раз выбрала меньший размер хотя люблю крупные серьги потому что планирую их носить на ежедневной основе и еще я купила жемчужные бусы но это конечно не натуральный жемчуг вот так я их стилизовала сейчас очень модно носить подобные бусы здесь на мне двое бус одна длинная нитка жемчуга и вторые бусы это две ниточки в два ряда которые покороче мне кажется они идеально подходят друг другу и по размеру и по цвету и если бы были наверное какие-то одни бусы то немножко выглядело бы ну скажем так скромнее а хотелось прямо побольше но в то же время здесь без перебора не как вот у zara продаются бусы там много рядов семь мне кажется это слишком много на каждый день это не совсем подходит а в таком вот виде можно носить на ежедневной основе и даже подобный искусственный жемчуг придает образу элегантность на мой взгляд еще одна покупка это вот такие брюки пижамном стиле полосатые сейчас это очень актуально я думаю что вы уже знаете в принципе они стали уже модные где-то середины прошлого лета и сейчас они продолжают оставаться актуальными и к этим же брюкам я купила вот такой вот топ это все португальский дизайнерский бренд марте или марте думал что марте правильно вот и вот так вот вместе все это смотрится немножко мне кажется навеяно каким-то скандинавским стилем но это мое восприятие я так вдохновилась после поездки в копенгаген что мне очень нравится теперь скандинавский стиль мне он в общем-то всегда нравился мне нравится бренд кос вы знаете и после копенгагена я просто в него влюбилась я понимаю что этот костюм на любителя но в любом случае он очень позитивный летний выполнен из хорошей натуральной ткани конечно для городского образа это совершенно не подходит а вот такой курортно-пляжный вариант самое то на мой взгляд поехать на пляж прогуляться возле моря немножко мне кажется коротковатые брюки для моего роста но в общем-то это не особо критично я планирую носить их с плоским ходом так что будет все я думаю нормально во всяком случае костюм интересный и его хочется рассматривать брюки можно отдельно носить с майкой а топ можно надевать с джинсами ну а теперь покупки из zara купила я себе новые джинсы они из летней коллекции очень мягкая и не плотная ткань поэтому мне они приглянулись потому что здесь в испании я летом вообще не ношу джинсы но очень люблю эту форму одежды вот и поэтому решила себе купить такие тоненькие может быть я смогу в них ходить потому что летом уж слишком жарко джинсовой ткани именно в такой плотной на настоящей джинсе очень жарко вообще невозможно ходить а вот эти джинсы я думаю что смогу носить летом у них необработанный край как мы сейчас уже все привыкли в общем хорошие джинсы хорошо сидят сейчас я вам покажу как они сели на мне вот так они смотрятся и я хотела себе как раз купить голубые джинсы мне кажется все таки когда жаркая солнечная погода то джинсы светлые подходят больше и мне нравится то что они не прилегают плотно а именно свободные потому что как я уже сказала в жару вообще не хочется чтобы к тебе что-то прилегала что-то обтягивала а именно чтобы был какой-то воздух и свобода в одежде у этих джинс кстати высокая талия кто любит имейте виду и у этих джинс еще и хорошая длина обратите внимание мой рост 168 они мне даже длинноватый подойдут для более высоких девушек зара я купила сумку красного цвета она не кожаная не натуральная кожа я еще ни разу не брала никуда с собой стоит она 23 евро я ее заказала как говорится на свой страх и риск но в принципе риска никакого не было если бы она мне не понравилось я бы ее отдала но так как она не кожаная очень часто бывает что такие вещи выдают свои стоимости смотрится очень дешево но эта сумочка смотрится достаточно хорошо и у нее форма очень такая симпатичная я ее увидела тоже в инстаграм на какой-то девушки и мне понравилось как она выглядит поэтому я заказала и себе в общем-то я знаете не очень люблю дешевые сумки вот потому что считаю что сумка все-таки должна быть не то чтобы дорогой но не дешевой очень часто одной сумкой можно полностью испортить свой образ но вот как я уже сказала вот эта сумочка мне кажется очень даже неплохо выглядит сумка имеет двухстороннюю магнитную застежку внутри тканевая подкладка и также имеется один небольшой кармашек но так как сумка структурирована то она не очень вместительна но телефон карточки и ключи от машины и от дома сюда поместятся точно и даже влезет пудра и помада я думаю у этой сумки одна широкая ручка удобно ее будет носить на плече и еще хочу обратить ваше внимание на очень красивый оттенок красного по бокам у этой сумки есть такие металлические штучки которые позволяют либо укоротить ручку либо удлинить не намного но тем не менее если бы zara выпустили эту сумку в коже то цены бы и не было это точно последняя покупка на сегодня это уже не zara это бренд люксового сегмента купила я вот такую футболку футболку от бренда magda buttrum необычная такая вот здесь вот роза цветок как вы уже знаете что этот бренд использует цветы своей одежде то есть какие-то именно вот не как сказать не рисунок на ткани а именно вот виде накладных цветков и здесь футболка также завязана в виде роза такие футболки практически всегда есть в коллекции то есть это постоянная перманентная коллекция у этого бренда и они есть двух цветах в белом и таком сероватом цвете и белый цвет очень быстро разбирается я может как выжидала как только на думаю купить они уже проданы и вот наконец-то мне удалось и может как ее выловить ну наверное эта футболка тоже не всем понравится но для тех кто любит подвязывать спереди рубашки также футболки завязывать подобным образом то мне кажется это очень даже неплохой и в чем-то оригинальный вариант я немножко подвернула рукава у этой футболки чтобы сделать их слегка покороче мне кажется что так выглядит лучше и еще я убрала подплечники потому что у этой футболки были просто нереально огромные подплечники я их сняла они там пристегивались на кнопочки так что это не составило никаких проблем при желании их можно конечно же вернуть на свое место но пока я планирую носить вот таким образом этом друзья я буду с вами на сегодня прощаться надеюсь что вам было интересно это видео что вам понравилось то что я вам показала спасибо что провели это время со мной и приглашаю вас полюбоваться великолепным закатом до скорых встреч в новом видео всем пока и и и и и и